Что не так с Прибалтикой? Вот я сейчас приехал в Ригу и немножко охуел. Столица, казалось бы, да, Латвия, которая вышла в Союз еще более 30 лет назад. Я, знаете, когда я сейчас сюда заехал, я немножко подофигел. Такое впечатление, ну, для человека, который прожил несколько десятков в Харькове, человек, который родом из Грузии, я знаю прекрасно, для меня это не в новинку, там, такие, там, серенькие, там, дома, которые вот-вот уже нахрен развалятся, там, убитые нафиг дороги. Но я не понимаю, как бы, знаешь, когда ты приезжаешь с Англии, когда ты приезжаешь в Центральную Европу, ты заезжаешь в Прибалтику и думаешь, блядь, ребята, а что происходит? Такое впечатление, что, знаете, понятие пиления бюджета, оно имеет место быть даже в европейских странах. Я вчера, когда сел с аэропорта к таксисту, говорю, скажите, пожалуйста, а как такое вообще возможно, что-то разбитые дороги, у вас такие, блядь, дома, я не понимаю, как будто вас тут вообще никто ничего не делал, как будто совка только вчера вышли. Эти такси, они, они, они только хотят побольше своровать, они вороют, 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 у них уже эта бабушка поедла. Ну, говорит, мы, говорит, пилим тот же бюджет, как и вы. Ну, то есть, ребята, я просто в шоке на самом деле. Не, ребят, не в обиду сказано, все, кто живет в Прибалтике, отличные люди, очень дешевое такси, дешевая еда, особенно человек, который едет там в Центральную Европу или там со Скандинавии, из Англии. Ну, для меня классно, когда ты вызываешь такси, и оно стоит там 5-6 евро, это круто. Это знакомая речь, то есть, ментальность очень классная, ментальность понятная, все улыбаются, все радостные, но что происходит внутри этих стран? Вот я смотрю на эту инфраструктуру, на вот эту всю серость, отсутствие людей, ну, понятное дело, что люди отсюда, это естественная миграция. Ну, в общем, это пиздец, ребятки, я, честно говоря, реально не ожидал. И почему это происходит, мне сейчас, скорее, непонятно. Страна, которая находится от меня в Евросоюзе, несколько десятков лет, и в некоторых районах вот так вот сделаешь фотографии, я высылал друзьям, и говорят, никто что, ты вернулся в Харьков? Да нет, ребята, я в Фрибалтике, в столице Латвии, да ладно. Ну, ребят, я, ну, как бы, у меня, честно говоря, не ослалил, я тут давно не был, но вот за два года, так понятно, вообще нифига не поменялось. Я думал, что тут еще лет 20 ничего меняться не будет. Я не знаю почему, но, понятное, теперь мне понятно, что коррупция есть и внутри самого Евросоюза. Продолжение следует...